Поверить у суд – это особенно важно для детей, которые покутаются от складанных заболеваний и проходят протяженный курс лечения в больнице. Как, например, маленькие пациенты гематологического отделения РНПЦ «Радиоцины медицины и экологии человека». Порадовать их и дать додатковый стимул для поправки выросил гомельский предприниматель Вячеслав Штермер. Ее насобисто ведая, у яким становища знаходятся батьки хворых детей и кольки гроша утратят на леки. Инициативу Вячеслава подтримали супрацовники гомельского облаканкама и губернатор Геннадь Соловей. И они собрали гроши, каб набыть подарунки пожаданных детей. На передаче Дня Новых Годов каждый из них написал специальные карты для Деда Мороза, и они отримали загаданное. Я его очень сильно ждал, мечтал всегда, всю свою жизнь мечтал Олега в поезде, и моя мечта забылась. Вы здоровы, здоровы. Спасибо. С вам, с прошедшим. И с наступающим. С наступающим. Открывайся. Ты такое хотела? Да. Такое хотела? Это? Это хотела? Да. А спасибо скажешь? Спасибо. Спасибо. Мягкие цацки, конструкторы, машинки, ляльки, наборы косметики, картины по номерах, а так само пожадание моцного здоровья и вертание до дому. Малые и дорослые дяковали добрым и небояковым людям за подоранную радость. В нашем отделении ежедневно лечатся 30 детей. На новогоднюю ночь нам удалось многих детей по состоянию здоровья отпустить домой, и в отделении осталось 14 человек. Это большое количество. И дети, которые вынуждены проводить или встречать Новый год в условиях стационара, и дети, которые имеют тяжелые заболевания, это, конечно, очень мужественные дети. И, конечно, подарки в канун Нового года, в канун Рождества – это великое дело. Продолжение следует...